Здравствуйте! Это новости Дагестана в студии Джамиля Шарипова и коротко о главном. Туризм в Дагестане, вкусные эмоции и незабываемые приключения. Как восстанавливается индустрия ярких впечатлений после пандемии, смотрите в нашем выпуске. В свободном полете парашютизму в России 90 лет. Дагестанские любители острых ощущений отмечают это событие, как и положено, в воздухе, а с ними и наши корреспонденты. И снова чудовищная авария на дороге в Касавитовском районе. Лихачество погубило жизни молодых людей. Подробности в выпуске. В этом году отмечается 90-летие парашютизма в России. Основное торжество намечено на 26 июля. Дагестанский аэроклуб присоединился к празднованию этой даты, участвуя в чемпионате СКФО. Наша съемочная бригада побывала во Владикавказе, где проходила основная подготовка к мероприятию. Подробнее в сюжете по тему от Ханаповой. Аэротрон Гизель. 10 километров от Владикавказа, столицы Северной Осетии. Со всех сторон он окружен живописными горами Большого Кавказского хребта. Здесь и проходят тренировочные сборы парашютистов со всего Северного Кавказа. Для летного состава начинается сезон у нас с весны, идет подготовка к новому учебному году. Ну и потом издают зачеты, экзамены. Я у них принимаю это все. Сегодня здесь помимо опытных парашютистов и перворазники. Ощутить силу притяжения высоты только из Дагестана сюда приехали около 30 человек. Поездку им организовал Руслан Абдулатипов, президент Федерации парашютного спорта Республики. За его спиной более трех тысяч прыжков. Ну, парашютный спорт для меня – это образ жизни уже. Как сказать, ну как рыба без воды не может, мы так же не можем без неба. Люди, которые посвятили себя авиационным видам спорта, они определенная каста людей. Самое важное – инструктаж. Предполетная подготовка – главная часть первого прыжка. Подробные объяснения избавят от страха, и вы поймете, что в прыжках с парашютом все продумано и проверено. Мы пытаемся на обе ноги, понятно, не расставляем ноги. Если вы не хотите себе нанести травму вашему зарулю, вам нужно ножки держать вместе, понятно, да? Без подготовки у меня ни один человек сам не садится. С вами занимаются опытные инструктора. Все ошибки вам доведут, вас подготовят. Просто желание. Среди новичков популярны два вида прыжков – самостоятельный и в тандеме. В паре прыгают с инструктором, который сделает все за вас, как правило, с высоты 4000 метров. Свободное падение длится около минуты, а затем пилот раскрывает крыло парашюта. Вы можете наслаждаться ощущениями, любоваться окрестностями. Главное – не мешать во время приземления. Ни капли не боюсь. И не боялась. У вас нет страха? Нет. А что вы ощущаете, когда находитесь в небе? Это не передать, если честно. С чем вы это сравнили бы? Зачем? Ни с чем. Это такое удовольствие, которое ни с чем не сравнимо. Его можно получить только, его ощутив. Ой, эмоции невозможно передать. Я когда уже приземлялась, я хотела обратно наверх, чтобы прыгнуть еще раз. У нас в жизни все так обычно, серо. И хочется что-то такое, знаете, вау. А вот самостоятельные прыжки позволят вам выдержать проверку на смелость и хладнокровие. Сделать шаг из самолета в воздушную бездну придется на высоте 800 метров. Именно этот вид прыжка я и решила испробовать на себе. Хотел бы вас спросить, я ни разу не прыгала с парашютом, но сегодня планирую как журналист. Что бы вы мне посоветовали? Не бояться. И все. Все остальное, вот знаете, вот многие начинают рассказывать, что вот что-то может случиться, там это. Это все просто нагнетание обстановки. Ничего не может случиться с этим парашютом, потому что это все-таки не 30-е годы. Современные парашюты. Даже вы, если хотите что-то с ним сделать, вы не сделаете. В общем, можно сказать, что я уже готова к прыжку. Меня вот снарядили. Тут у меня основной парашют. Здесь запасной. Лест какой? 53. А где еще? Вон девочка, да. И тут нужно просто дернуть за рычаг, и она откроется. Ну вот, теперь настал наш черед спускаться с небес на землю. Вот я выжила. Господа, ничего страшного. Главное решить, а все остальное, это просто пустяк. Буря эмоций, осмысление полета и восторг. Но эксперты говорят, что нужно четко разделять два направления. Есть фановые прыжки, здесь все в нове, все прикольно и интересно. А есть профессиональные, где отношение уже совсем другое. Парашютный спорт, как и любой другой, требует созредоточенности, терпения и знаний. И самое главное здесь – ответственность. Данный этап укладки парашютка крайний, и он называется «Зачковка ранца». Это является основным раскрывающим звеном парашюта. А вам не страшно? Не страшно такую ответственность нести на себе? Ну, в начале было страшно, теперь уже страх поменьше. За себя так такового страха нет. Основной страх в прыжках – это за людей. То есть укладка, да, большая ответственность. Кстати, парашютный спорт даже не входит в десятку опасных видов спорта. Это может показаться странным, но серфинг и даже гольф травмоопаснее. Но все же перед прыжком стоит здраво оценить возможности своего здоровья. Да и к прыжку без медосмотра вас никто не допустит. Страх, он как таковый, он не уходит, он просто становится более контролируемым. И, ну, если не страшно, неинтересно прыгать. Какой интерес? А эмоции разные от каждого прыжка? Каждый прыжок у меня индивидуальный. Каждый прыжок. И, кстати, это именно благодаря ему, профессиональному парашютисту Андрею, было видно, что происходило в небе. Две камеры на шлеме и все взлеты и свободные падения каждому на память. Безупречное приземление. Это супер эмоции. А вообще стоит сказать, что вся работа в парашютном спорте на Северном Кавказе строится на энтузиазме этих ребят. Проблемы начались еще в 2004 году, когда авиаклубы были переведены с бюджетного финансирования на самоокупаемость. Из-за чего они чуть ли не прекратили свое существование. Но именно эта сильная команда специалистов начала своими силами потихоньку давать парашютному спорту второе дыхание на Северном Кавказе. Если в советское время закупалась парашютная техника, авиационные, там, те же самолеты, то сейчас это все на самоокупаемости. Ну, представьте, если парашют, даже учебный парашют, да, или десантный, он стоит, к примеру, около 200 тысяч. Ну, что-то нам помогает ДОСА в России, какие-то парашюты закупаем сами, особенно спортивные купола. Находим спонсоров, да, выходим, кто как может, выкручивается. Патемат Ханапова, Мусас Алгиреев, Дауд Гасанов, Новости ННТ, Владикавказ. Пока заморские страны закрыты для любителей заграничного отдыха, в Дагестане напротив, наплыв туристов. С каждым годом растет число желающих увидеть величественные горы Кавказа во всей красе. Захватывающие пейзажи и колоритная культура привлекают в республику все больше людей. Как изменилась туристическая жизнь после пандемии, узнавала моя коллега Алина Багилова, которая побывала в самых посещаемых туристических местах республики. Сулакский каньон – одно из модных туристических направлений как для местных жителей, так и для туристов. Туристы все чаще приезжают в Дагестан, уже точно зная, куда они хотят попасть и что увидеть. Каньон почти всегда в топе, и все благодаря современным технологиям. Че-то удачное селфи на фоне дагестанских красот приплюсовывает к турпотоку еще десяток новобранцев. От одного вида прям дух захватывает. В особенности, если подняться на смотровую площадку и посмотреть на каньон с высоты птичьего полета. На каньон можно не только посмотреть, здесь можно еще и покататься с ветерком. Желающие выстраиваются в огромной очереди. Даже кажется, что пандемия на спросе не сильно исказалась, а даже наоборот. После закрытия границ, на самом деле, поток наших гостей, поток туристов увеличился по сравнению с прошлым годом. Видимо, и после карантина, после изоляции, людям всем хотелось, особенно с детьми, выйти на свежий воздух. Направлений очень много. Еще одно популярное место отдыха – Персиковый сад. По словам хозяина, закрытые границы пошли туризму на пользу. Количество отдыхающих внутри страны возросло. Людей, наоборот, стало больше. Вот у воскресенья, вы видите, сейчас вот этот вот такой аншлаг. После этого уже приедут семейные. В Дагестан людей влечет первозданность природы. Поэтому и туристов из Центральной России становится все больше и больше. Дагестан поражает своей самобытностью люди потрясающие, которые здесь есть. И, конечно, географические и геологические объекты, тот же Соловский каньон, который здесь рядом. Я была во всех республиках Северного Кавказа, но Дагестан – это просто моя любовь. Перспектив для развития туризма, как и проблем в этой сфере, в Дагестане много. Но наши собеседники, работающие в отрасли, уверены, что предприимчивости и традиционное гостеприимство, присущее дагестанцам, помогут перебороть все трудности. Алина Багилова, Магомед Магомедов, телеканал ННТ, Казбековский район. По оперативной информации Управления Роспотребнадзора, на 25 июля обстановка с распространением коронавирусной инфекции в Дагестане такова 9021 подтвержденных положительных результатов заболеваний коронавирусом, плюс 40 человек за сутки. Ситуацию по острым кишечным инфекциям обсудили на заседании Санитарно-противоэпидемиологической комиссии в правительстве Республики. По данным Роспотребнадзора и Минздрава, уровень заболеваемости по сравнению с предыдущим годом снизился на 52%. Специалисты связывают это прежде всего с введенным ранее режимом самоизоляции и проводимыми санитарно-противоэпидемиологическими мероприятиями. Однако, как отметил руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике Николай Павлов, есть муниципалитеты, где ситуация в этой части все еще нестабильна. В 14 административных территориях республики уровень заболеваемости острой кишечной инфекцией превышает средний уровень по республике. Среди них прежде всего названы города Кизляр, Хасавюрт, Махачкала, а также Кумтаркалинский, Тарумовский, Карабудахкенский и Кайкенский районы. Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло этой ночью в Хасавюртовском районе. По уточненной информации, в результате аварии погибло 4 человека. Как сообщает сайт МВД Дагестана, авария произошла около села Индерей рядом с федеральной трассой. Столкнулись сразу 4 автомобиля. По словам очевидцев, 46-летний местный житель, управляя автомобилем ВАЗ-21120, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилями Лада Приора под управлением 25-летнего жителя Хасавюрта и Киарио под управлением 30-летнего жителя села Индерей, а также с автомобилем ВАЗ-21101, за рулем которого был 35-летний мужчина, проживающий в том же селе. В результате ДТП водитель автомашины Лада Приора и его 29-летний пассажир погибли на месте, а водитель ВАЗ-2112 и еще один человек скончались в Хасавюртовской больнице. День Дербенца отметили в древнейшем городе России. Это культурно-просветительский проект, в рамках которого горожане получат возможность больше узнать о выдающихся уроженцах города. В прошлом году глава Дербента Хизри Абакаров поддержал идею члена Общественной палаты Шумиша Батаева о ежегодном проведении 22 июля Дня Дербенца. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1802 году, родился известный ученый-востоковед, первый декант факультета восточных языков Санкт-Петербургского университета, трехкратный обладатель Демидовской премии Мирза Казимбек. Я рад, что у нас появился еще один праздник, который называется День Дербенца. Дербенцы – особенный народ, потому что все приезжают к нам, мы всех принимаем, поим чаем, кормим пловом, и все не забывают, как мы их встречаем, поэтому каждый раз к нам уезжают. 24 июля в рамках празднования на площадках, расположившихся в одноименном переулке, прошли различные мероприятия, в том числе фотовыставка «Ретро Дербент», где можно было увидеть виды старого Дербента. Дагестанский боец Магомед Исмаилов взял верх над Александром Емельяненко. Поединок самых ярких бойцов российского ММА завершился накануне ночью в рамках турнира Лиги ACA в Сочи. Миксфайтер из Махачкалы был на 22 килограмма легче своего соперника. Бой проходил в тяжелой весовой категории, Исмаилов сразу же пошел в атаку, а Емельяненко явно был к этому не готов. Нанеся несколько ударов, Магомед молниеносно перевел соперника в партер. Под диктовку дагестанца прошли и остальные два раунда, пока в концовке третьего отрезка судья не остановил одностороннее избиение. Для Исмаилова эта победа стала уже 16-й профессиональной карьере бойца. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Удачных вам выходных. Всего доброго и до свидания.